Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Хочу сегодня рассказать о подключении кнопки пуск, либо по-другому работа к вендинговому таймеру. Этот таймер у нас предназначен для организации доступа клиента к платной услуге по времени. Подключаю вот такую кнопку. Это у нас кнопка с подсветкой. Кнопка с нормально открытыми контактами. Есть у нас ещё пьезоэлектрические кнопки. Они выдают при нажатии один импульс. Данный контроллер также может работать с пьезоэлектрическими кнопками и может работать с обычными кнопками. Это у нас обычная кнопка без фиксации. У неё есть нормально открытые контакты. Это вот оранжевый и белый провод обозначаются как NO. Контроллер воспринимает сигнал на входе. То есть он воспримет как сигнал, если на вход поступит минус от источника питания 24 вольта. Контроллер питается от источника питания 24 вольта постоянка. Ну давайте пролистаем экраны и перейдём на экран, где будет отображаться состояние входов-выходов. Вот у нас этот экран. Нажимаю кнопку. Видим, у нас засветился вход X3 и активировался выход Y0. Соответственно, мы видим, что кнопка подключена к входу X3. Вот этот оранжевый провод это у нас один из нормальных открытых контактов. Я подключил к минусу источника питания 24 вольта, поскольку работает по минусу. То есть оранжевый подключил к минусу источника питания 24 вольта. Один из нормальных открытых контактов. А белый подключил к входу X3. Соответственно, при нажатии кнопки контроллер воспринимает как присутствие сигнала на входе X3. Для того, чтобы у нас работала подсветка кнопки, подсветку кнопки я подключил к выходу Y0. Вот у нас выходы. Вот выход Y0. Это подсветка кнопки пуск. Каким образом подключается подсветка? У этой кнопки светодиодная подсветка может иметь три цвета. И у неё общий плюс. Вот мы видим контакт K+. К нему я подключил вот этот коричневый провод. И этот коричневый провод я подключил к плюсу от источника питания 24 вольта. Подсветка кнопки может работать от напряжения питания 24 вольта постоянка. Вот этот провод B, соответственно, синий, это синяя подсветка. провод G и R, это у нас, соответственно, зелёная и красная подсветка. Мне в этом случае больше подходит синяя подсветка. Соответственно, я подключил следующим образом. K+, подключил к источнику питания плюс 24 вольта, а B, синий провод, подключил к выходу контроллера Y0. И, соответственно, при нажатии кнопки контроллер видит, что на X3 пришёл сигнал, и с помощью выхода Y0 активирует подсветку кнопки. Можем вернуться в стартовый экран, попробовать произвести оплату, например, монетами. Вот у нас монетоприёмник. Вот внёс 11 рублей. Переходим в экран отображения входов-выходов. В состоянии входов-выходов нажимаем кнопку. Видим, у нас пока есть деньги, активируется подсветка Y0, и у нас активируется выход Y4. Выход Y4 у нас управляет нагрузкой, например, промежуточным реле. Вот у нас деньги кончились, и Y4 отключился. Соответственно, если это у нас будет пылесос самообслуживание, то пылесос самообслуживание отключится, перестанет работать до тех пор, пока клиент не внесёт определённую сумму, и после этого нажмёт кнопку «Работа». Вот сейчас кнопка при нажатии показывает, что нажатие произошло, подсвечивается, но при этом подсветка не фиксируется, так как у клиента на данный момент нет денег.